И снова здравствуйте! С вами Вячеслав Федоткин и по просьбам моих подписчиков я переписываю свой старый урок Взрыв в космосе в более хорошем качестве. Закрываем. Для начала нажимаем клавишу D. По умолчанию цвета черные и белые. Нажимаем X и создаем новый файл. Ctrl N. Его размер 1280 на 1280 и разрешение 150 точек. Здесь, обратите внимание, чтобы стояло 8 бит. Ни 16, ни 32. Иначе у вас фильтры не будут работать. Здесь цвет фона. То есть черный будет. После этого выбираем текстовый инструмент. Горизонтальный текст. Я сразу установил шрифт Start. Кто хочет, тот найдет по поиску. 120 пунктов. Щелкаю в серединке и пишу Сакраментальная Space. Инструмент перемещения. Фон. Щелкаю два раза, чтобы превратить в слой. Ок. Выделяю оба слоя с шифтом. И центрирую. По горизонтали. По вертикали. Дальше. Дублируем текстовый слой. Ctrl J. Отключаем. Он нам пригодится потом. Эти же два слоя сливаем. Дальше, как в старом уроке. Фильтр. Искажение. Полярные координаты. Сразу масштабируем поменьше, чтобы было видно. Включаем полярные координаты в прямоугольные. Чтобы он у нас кверху прилип. Ок. Вызываем трансформирование. Ctrl T. Правой клавишей. Говорим повернуть на 90 по часовой. Ввод. Завершили трансформацию. Теперь применяем к нему ветер. Стилизация. Ветер. Опять же масштабируем, чтобы было видно. Ветер. Справа. Ок. Для пущего эффекта повторяем три раза. Этот же эффект. Ctrl F. Раз. Два. Три. Разворачиваем назад. Ctrl T. Правой клавишей. 90 против часовой. Ввод. И назад полярные координаты. Искажение. Полярные координаты. Меньше. Прямоугольные в полярные. Ок. Замечательно. Вот мы и взорвали текст. Для пущего эффекта включим текстовый слой. Дадим ему стилями наложение цвета черный. И два свечения. Внутреннее свечение. Выбираем нормальное. 100%. Метод не мягкий, а точный. Чтобы у нас сгладить вот эти углы. И размер там от 7 до 10 до 12. Кому как нравится. То же самое практически внешнее свечение. Нормальный. 100%. Здесь мягкий оставляем. И размер также. Около 10. Ок. Итак. Текст у нас готов. Кому-то этого будет достаточно. Кому недостаточно. Будем делать фон. Отключаем эти слои. С Ctrl нажимаем создать новый слой. Заливаем его черным. Ctrl D. И добавляем ему шум. Фильтр. Шум. Добавит шум. Это будут у нас звездочки. По гауссу. Манохромный. Ползунок где-нибудь на середине. Ок. Размываем его по гауссу. На 2 пикселя. И корректирующим слоем. Или кривые. Или уровни. Добиваемся нужного количества звезд. То есть оба ползунка. Правый и левый. Двигаем к центру. Значит правый. И левый. Смотрим сколько звезд нам нужно. Ну мне вот столько хватит. Ок. Теперь дублируем этот слой. Ctrl J. И опять вызываем фильтр шум. Добавить шум. Ок. Опять размытие. Только теперь размытие в движении. И направление 90 градусов. Смещение по максимуму. Ок. И теперь тем же фильтром полярной координаты. Делаем взрыв. Ок. Раньше мы ничего с ним не делали. Только ограничивали маской. Сейчас я вам предлагаю его так же подкорректировать слоем уровней. Или кривые. Чтобы он стал немножко пореже и чуть-чуть поярче. То есть чуть-чуть сдвигаем правый ползунок. И нормально сдвигаем левый к центру. Чтобы линии стало поменьше и они стали более контрастными. Ок. Включаем ему режим наложения экран. Включаем слой с текстом. Также режим наложения экран. И включаем наш текстовый слой. Вот. Для красоты нам осталось добавить корректирующий слой цветовой тон насыщенность. Где сразу включаем галочку тонирование. Насыщенность поднимаем побольше. Ох как красивенько то. Ну и цвет выбираем кому какой нравится. Мне нравится холодный синий. Звезды холодные игрушки. Кто хочет, как в прошлом уроке, чтобы был взрыв, а не полет в космосе. Добавляет маску. Говорим добавить маску. И здесь или так же делаем градиентом, как в прошлом уроке. Или можно сделать инструментом овальная область. Мы сейчас стоим на слое маски. С левого верхнего угла до правого нижнего угла ведем курсорчик. У нас получается круговое выделение. Правой клавишей на нем говорим уточнить край. Здесь выбираем растушевку. И двигая смотрим насколько плавненько мы хотим сделать переход. Ок. Теперь делаем инверсию выделения. Ctrl-Shift-I. И заливаем ее черным цветом. Alt-Backspace. Если кажется, что мало залили, можно еще пару раз залить. Раз. Раз. Ctrl-D. Убираем выделение. Вот, пожалуйста, наш взрыв в космосе. Если не понравилась эта маска, ее можно отключить. Мне больше нравится вот так. Ну вот и все. Пользуйтесь, наслаждайтесь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова